Лакомый кусочек база отдыха в престижном районе Киевской области, еще недавно принадлежавшая инвалидам по зрению. Теперь практически собственность частной компании. А слепые вместо того, чтобы лечиться, отстаивают свои права в судах. Дело рассматривает уже апелляционная инстанция. Почему почти два гектара перешли от украинского общества слепых к оборотистым бизнесменам, выяснял Руслан Ермолюк. Старые домики, утопающие в зелени кусочек пляжа у реки. Рядом царские хоромы чиновников. База отдыха для инвалидов по зрению Ивушка расположена на самом берегу реки Козинки. Это почти два гектара земли и 23 домика. Новый заезд уже начался, но отдыхающие еще не подозревают, что их санаторий им уже не принадлежит. Валерий Васильевич приезжает сюда уже более 20 лет. Изучил каждый уголок и уже без помощи может добраться в уборную или столовую. Если у нас эту базу заберут, значит все. Мы уже будем обречены, никуда мы не поедем. Будем в городе торчать и все. На базе для слепых учли все мелочи. Обладнаны пешеходные дорожки, подходы до всех закладов, сделаны перила для ориентования. Здесь отдыхают и взрослые, и дети, особенно после операций на глазах. Вот малыши сидят в кругу силы. Мы читаем эту детскую молитву, чтобы нашу базу не закрыли. Базу официально еще не закрыли, но ее уже делят в судах бизнесмены. Для начала потребовали от общества слепых все домики. Мы пока что ни на какую территорию не претендуем. Это как бы написано во всех решениях судов. Эта история началась в 2009-м. Предприятие, которому принадлежал санаторий для незрячих, сводило концы с концами. Долги по зарплатам, налогам и коммуналке. Частину территории базы отпочинка продать. Причем эта часть, она в принципе не была задеяна, чтобы погодить заблагованность по заработной плате. Директор санатория, сам незрячий, подписал фатальный договор. Четыре домика и несколько соток земли продали частной фирме за 2 миллиона гривен. Покупатель землю быстро перепродал, а новый хозяин захотел всю территорию. В договоре было написано 04687Г. То есть меньше половины гектара. А они претендуют сейчас почти на 1,8. Все просто. В документе о продаже участка не были указаны его границы, только адрес. Этим и воспользовались бизнесмены. Решили, все, что находится по этому адресу, принадлежит им. Что мы хотим, скажем так, наши планы, я вам рассказывать не буду. По той простой причине, что вы же сами понимаете, как бы сейчас идут судебные процессы. Прокуратура уже несколько раз пыталась опротестовать ту еще первую продажу. Тщетно теперь у стен суда отстаивать свое право отдыхать в санатории эти слепые. Это единственное место, где люди могут учиться. Окончательного решения пока нет. Апелляционный хозяйственный суд перенес заседание на 18 июля. Руслан Ермилют, Максим Соквалик. Подробности. Телеканал Интер.